Рынок Южный на Машмете – некогда одна из успешных и доступных торговых точек Воронежа, приносящая еще несколько лет назад в казну города существенную прибыль, сегодня существует исключительно за счет энтузиазма самих предпринимателей. Противостояние между торговцами и мэрией началось два года назад, когда рынок поделили на две части, одна из которых является собственностью муниципалитета. Красная черта разделила рынок на своих и чужих. Как вышло, что предприниматели остались у разбитого корыта? В тонкостях этого дела разбиралась и Галина Жукова. Сегодня на рынке Южный продавцы бьются за каждого покупателя. Это раньше здесь велась бойкая торговля, куда местные жители приходили в надежде сэкономить заработанную копейку, благо разнообразный товар позволял поторговаться. В общем, довольны были все, пока не началась борьба за рыночную землю. Все тут было, а теперь ничего нет. Да развалили все. Развалили. По словам самих предпринимателей, с рынком случился банальный захват после того, как его территорию поделили на две части. На второй половине рынка, согласно его назначению, должна была появиться парковка, которая, к слову, так и не появилась, несмотря на двухгодичное противостояние между предпринимателями и городскими чиновниками. Когда все начиналось с нашим рынком, вот эти все движения, когда мы узнали, что хотят разделить на две части, что и получилось потом, я сразу подумал, как нам дальше выживать, так сказали, нам сказали убрать наши павильоны. Я пришел к директору рынка, озвучил свои желания, что я хочу забрать его. И в конце концов выяснилось, что он мне уже не принадлежит. Взамен наших строений, чтобы их разрушить и приватизировать рынок, они деньги нам выплачивать не хотят. И чтобы мы стояли на рынке, они тоже не хотят. Они не хотят нам сделать ничего для людей. Они хотят выбросить нас просто на улицу. И это несмотря на решение суда, которое стало на сторону предпринимателей. На сегодняшний день мы от администрации не имеем никаких действий в нашу сторону. Суд мы выиграли. Суд сделал решение, что павильоны – это наши, что нас незаконно убрали с этих павильонов и закрыли их. Вот только когда этот рынок застраивался на средства, главным образом самих предпринимателей, городские власти их всячески поощряли, обещая золотые гуры. Заявляла администрация – вы строите, мы оформляем и вы являетесь собственниками. Да, это очень хорошая тема, это очень хорошее предложение для людей, для развития предпринимательства, малого бизнеса и особенно сельского хозяйства. Но, как мы видим, впоследствии получилось, что люди построили, имея на руках документы о том, что они являются инвесторами. Люди просто остались без ничего. И предприниматели, имеющих торговые места по новому адресу прописки, попросили освободить территорию. Чтобы по тропе торговцев, еще в мае прошлого года на рынке отключили свет. Но это мало кого напугало. Поставили генераторы и питаются теперь автономно. Правда, это очень затратно. Большинство товаров мы обычно приобретаем в кредит. То есть мы берем, а потом при реализации отдаем деньги. Это практически практика всей торговли мелкой. Поэтому сейчас в долгах. Не знаем, как отдавать деньги. И люди все плачут. Выживают. Просто выживают. Куда нам бечь? Куда нам идти? Люди все пенсионного и предпенсионного возраста. Куда им идти? У каждого дети, внуки. Все на этом рынке завязаны. Мы его строили. Мы жили на этом рынке. Целыми семьями. У нас дети выросли на этом рынке уже. И нас выгоняют просто так, пинком под зад. Люди говорят, что это уже стало нездоровой привычкой местных властей добиваться своего исключительно за счет других. И называется это вовсе не кинуть, как многие могли подумать. Есть такое понятие, я не знаю, откуда оно взялось у чиновников. Это входные деньги. То есть администрация сносит, люди вносят свои личные деньги. Сумма, я вам скажу, более 300 тысяч, во всяком случае, которые нам говорили. На эти деньги строят рынок, но рынок принадлежит не предпринимателю. И в любой момент им могут в одностороннем порядке поднять цену, либо просто попросить, как это сделали с предпринимателями Южного. Причем пример с этим рынком не единственный, когда продавцов просто выдавливают. Как недавно это случилось с мини-рынком на Димитрово. Вопреки желаниям торговцев он прекратил свое существование. Галина Жукова, Дмитрий Хлебный, 41 канал.